Привет, просветители! Не знаю, что показывают ваши часы, может быть, время, но вот мои упрямо утверждают, пора поговорить о том, что российские подростки не очень. И что с этим делать? Обратите внимание в ролике и решение проблемы будет озвучено. Правда, не мной. Поможет нам сегодня разобраться в этом вопросе депутат Государственной Думы, а также... Wait for it! Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Да, мы об этом замечательном кружке по интересам уже неоднократно говорили. Там Милонов работает. Нина Александровна Останина. Напомню, если этой весной нам запретят смотреть фильмы с насилием, благодарить надо будет эту даму. Страна должна знать своих героев. Останина недавно буквально покорила ТикТок вот этим своим выступлением, которое мы сегодня с вами и проанализируем. Будет весело. Или грустно. Сразу же после сообщения от спонсора этого выпуска. В феврале и в марте в России как нигде отмечают огромное количество праздников. Только что был День Святого Валентина, а впереди традиционные 23 февраля и 8 марта. И какой же праздник без праздничного стола? Можно устроить праздник с атмосферой, включить хорошее кино и накрыть красивый стол. Или поздний завтрак в выходной. И вот с едой ресторанного качества в любое время точно поможет фудбенд. Фудбенд. Фудбенд – рестораны доставки еды, которые уже не раз меня выручали. Они сами готовят и сами доставляют еду по всей Москве. Огромные кухни фудбенд по всему городу. И только свои курьеры. Так что доставят в любое время. Даже ночью. В меню много пиццы из итальянской печи. И классическая типа маргариты, и острое с мясом, с халапенье, и изысканная от шефа с креветками, большие сеты роллов с рыбкой или унаги, поки с фарерским лососем или креветками, или вегетарианские варианты, а еще много лапши, подтай, вока и других азиатских блюд. По промокоду ОСТАПОВ скидка вообще на все заказы и любые блюда. Хоть каждый день. Берем пиццу Парма Руккола с пармской ветчиной и пармезаном. Включаем что-нибудь красивое на экране про Италию, типа молодого папы, и наслаждаемся. Еще можно пикантную грушу Блю Чиз. Там соус из манго и чили пробудет ваши романтические рецепторы. А на закуску подтай с креветками и поки с рыбкой. Ну и на сладкое десерты для себя и второй половинки. Они в Фудбенд тоже есть. В Фудбенд продлили промокод ОСТАПОВ. Это хорошая скидка до 25% на все блюда. Вообще на все заказы. Кликайте по ссылке в описании или вводите промокод ОСТАПОВ в приложении Фудбенд. Наслаждайтесь. Начнем неожиданно, с конца. Дело в том, что вначале депутат озвучивает проблемы подростков, а в конце дает некое решение. Спорное. И если сразу же не знать, к чему это идет, слова остальные будут восприниматься по-другому. А мы этого не хотим. Итак, что же должно спасти российскую молодежь от нависшей угрозы? В воспитании наших детей есть большие пробелы, и они заполняются иностранным влиянием. Никакими законами об иноагентах эту проблему мы с вами не решим, если не вернем воспитательную компоненту в наши школы, высшие учебные заведения. А теперь давайте узнаем, с чем же должно бороться воспитание в школе. 61% детей в возрасте от 7 до 14 лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки или сказки русских писателей, зато с готовностью назвали иностранные сказки в варианте голливудской продукции. Звучит, конечно, жутко. Не спорю. Но мне тоже сходу проще назвать сказки Гримма Андерсона, чем вспомнить про курочку рябу, колобка или репку. Где-то сейчас грустнула одна лягушка-квакушка. Почему? Потому что я не читал народные сказки? Нет. Просто этих произведений давным-давно нет в моем информационном поле. А белоснежки, золушки, спящие красавицы? Ну, слуху. Скажем, спасибо Голливуду. Логично, что 14-летний подросток скорее вспомнит то, что он недавно видел в кино. Когда в последний раз восьмиклассник взаимодействовал с курочкой рябой и прочими мышками-нарушками? Вопрос. И это вопрос не столько к школе, сколько к российскому кинематографу и его конкурентоспособности. Ну, а вот Netflix по просьбе Ольги Баранец. Это та дама, что с Лебедевым судилась. Запретят за пропаганду и заживем. Будем на репку любоваться. Второй момент. Если ребенок в 7 лет не знает ни одной руссконародной сказки, это вопрос, простите, не к школе и не школьному воспитанию. Репку, петеньки, должны прочитать родители. Если ваша дочурка впервые узнала о существовании сказок, да и книг вообще, в первом классе, ну, что я могу сказать, вы отлично справляетесь с воспитанием. Продолжайте в том же духе. Срочно в роддом за вторым. Именно такие люди и должны плодиться. Только не забудьте сразу же начать на школу бочку катить. Это ведь именно она виновата в том, что ваше дитё название Дней Недели не знает. История про Дни Недели не выдумка. Увы. Третий момент, который по-другому позволит посмотреть на противостояние западного и отечественного. Ааа, российские дети не знают русских сказок. А давайте на минутку дадим слово учителям литературы. Хм, как удобно. Которые уже который год говорят, что наши школы не знакомят учеников с мировой классикой. Четыре урока в конце мая не в счёт. Если старшеклассников также в лоб попросят назвать самых известных писателей. Александр Полярный. Что-то мне подсказывает, ни Гёте, ни Диккенса, ни Дюма в этом списке не будет. Где-то только что улыбнулась лягушка-квакушка. Десятиклассники вспомнят про Пушкина, Толстого и Достоевского, потому что произведения именно этих авторов они проходили десятки часов. А иностранные авторы, ну, Роулинг пишет. Дети лучше знают иностранные сказки, потому что они встречаются с ними в индустрии развлечений. И точно так же гораздо больше знакомы с российскими авторами, потому что именно их произведения изучают на уроках. Вот и всё. Более 70% учащихся не прочитали ни одной книги за пределами школьной программы. Статистика, безусловно, печальная. Но виновата ли в ней школа? Отчасти. Правда, я не знаю, как тут воспитание в школе поможет. Обязательно читайте книги. Чтение, свет. Не чтение, не свет. Так что ли? Для кого-то новость, что многие произведения школьной программы абсолютно неинтересны детям. Абсолютно. Нет, понятно, что если учитель маэстро, то он любой урок превратит в конфетку. Сладкого захотелось. Но, уверяю вас, заинтересовать пятиклассника рассказа Бунина Касцы, вьетнамские флэшбеки, и шестиклассника уроками французского Распутина, две совершенно разные по сложности задачи. Учат ли уроки литературы любить эту самую литературу? Ну, да. Наверное. Но точно не все. Книги сейчас конкурируют с ютубом, тиктоком и играми. Вот родители тех самых не читающих школьников всегда делают выбор в пользу книги, а не телевизора? Я вот не уверен. Если с самого раннего возраста ребенку никто не читал. Мультик легче включить. Если сын или дочь никогда не видели родителей с книгой. Я после работы устаю, хочу мозг отключить. А старшеклассник после седьмого урока просто мечтает мозги загрузить. Шанс того, что дитё само решит читать ради удовольствия, ну, конечно, есть, но, как вы понимаете, не очень большой. А тут школа с косцами. 61% выпускников российских школ хотели бы учиться за рубежом, и только 39% довольны качеством отечественного образования и считают, что у нас в стране достойное и ничем не хуже западного. А здесь-то как воспитание в школе поможет. Не волнуйтесь, крики о том, что мы впереди планеты всей, в школе и так присутствуют. Я уже говорил об этом миллион раз. Вы можете до посинения повторять на внеклассных мероприятиях, что Россия страна возможностей. Не, ну, так-то у нас возможно всё. Но если рассказ учителя не совпадает с тем, что видит подросток дома, если о прекрасной России будущего рассуждает педагог с зарплатой 15 тысяч, если чёртову туалетную бумагу школьник наблюдает в школьном туалете только перед проверкой, недавно в инстаграме у меня вышел пост по этому поводу, если интересно, переходите и прочитайте. Желание смотать удочки появится само собой. Вы думаете, молодёжь не видит, как у нас закручивают гайки? Не понимает, в какую сторону движется наше государство? Но вот в школе про патриотизм в мае расскажем, и подростки захотят навсегда остаться в родной деревне. 53% подростков хотели бы навсегда уехать из России. Потому что школа плохо воспитывает. Ни зарплата родителей, ни гениальные предложения запретить фильмы, предкомитет по запретам всего и вся, ни политики, озвучивающие мысли, идущие вразрез со всем, к чему стремится молодой человек, ни перспектива работать на государство за 20 тысяч, ни призывы улепётывать из страны. Нам такие не нужны. Целым группам граждан, что вы, воспитательная работа в школе, вот ключ от всех дверей. Меня очень радует, что учитель буквально в одиночку может мозги целому поколению вправить. Сразу же чувствуешь себя максимально... глупо. Если вы хотите поддержать меня, то не забудьте поставить лайк, оставить комментарий под этим роликом, подписаться, если вы всё ещё не подписаны. Большое спасибо всем, кто является спонсором этого канала. А я встречусь с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моём новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.